Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимаете наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. То название, которое вы сейчас увидели и прочитали и клацнули на это видео, это действительно так и когда-то это должно было случиться. Но данная история началась не сегодня, не вчера, не позавчера и даже не в этом месяце. И даже не в том. Началось все еще осенью того года, то есть в 23-м, когда мы вернулись из огромнейшего просто путешествия. Тогда летом 22-го года машина прошла ТО, поменяли все, что нужно было поменять и двинулись. За это время был наш Юг, Тагестан, Грузия, Турция, Шри-Ланка. Мы там были без машины. Снова Турция, Армения, дважды Грузия, Кавказ. Все, утро, Подольск, осень 23-го года. Как-то утром хочу, значит, проверить масло. Проверяю, думаю, надо немножко долить. Открываю крышку, а у меня вот такая херня. Ну, кто в теме, тот поймет. Срочно госпиталь. Короче, едем в сервис. Я записался. Вот, должны меня принять. Надеюсь, все будет только. Проведем все диагностики. Ну и поймем, что нужно делать и сколько это бабочек. Бабочек. Начали диагностировать. Тут парнишка такой. Сейчас, говорит, свет с оборудованием принесу. И будем проверять прокладка головы это или что-то дальше. Что-то он там всунул в бачок охлаждения. Говорит, давай 2000 оборотов. Ну что, ребятки, ну что, что тут сказать. Провели мы диагностики, проверяли прокладку такой специальной херовиной. Типа в охлаждение в бак вставляется такая жидкость, наливается синяя, газуешь 2000 оборотов, минут 5. Она перебирается в верхний бачок и начинает либо зеленеть, либо желтеть. После данной диагностики я решил вообще забить на данную процедуру и не загонять машину в сервис. Весь впереди нас ждало большое путешествие по Таиланду. И смысл делать было машину перед зимой и оставить ее просто стоять на всю зиму в эти лютые морозы. Ну, не было никакого. Поэтому мы просто припарковали и полетели в Таиланд. Но после Таиланда я тоже делать не стал, потому что мы решили, что полетим пока в Турцию, ведь здесь в России и в Москве еще было очень холодно. И путешествовать непривольно в таком климате. Мы улетели в Турцию. Купили квартиру в Турции, выбрали производителя, чьи караваны будем привозить в Россию. А отдохнули и прилетели в Москву. Ну вот, вернувшись в Турцию, мы сразу начали мониторить цены, искать автосервис, которые возьмутся за машину. И сейчас мы погружаемся с вами как раз в тот контент про автомобиль. Ну что же, друзья мои, тот самый день, когда машину повезу в автосервис, на самом деле с сервисами получилась какая-то большая проблема. Их вроде много, но по факту мало. В каких-то сервисах не берутся за дизельные моторы, в каких-то сервисах говорят там какую-то ахинею по поводу этих двигателей и так далее и тому подобное. Сначала выбрал сервис на севере Москвы, позвонил туда, и они сказали, что с мотором будем браться только ближе к зиме. Я говорю, ну понятно, до свидания. Позвонил на юг, им что-то тоже некогда. В итоге начал в Подольске искать, нашел мужика, он чинит моторы, но в гараже. Узнал у него стоимость. К 100 тысячам подошли в начале разговора. Я говорю, понятно. Опять-таки, это гаражный сервис, если в случае чего, какая будет гарантия, это будет чисто так на словах. Картой платить нельзя. Вспомнил, что Вольво обслуживал здесь в сервисе, достаточно прикольный, цены умеренные. Позвонил им, пообщались, его договорились с ними на сегодня загонять. В общем, на самом деле, все буду рассказывать уже по ходу событий, как оно там будет. Вот, и будем наблюдать. Надеюсь, мне разрешат присутствовать на всех работах, потому что все-таки будем скидывать башку. Ну и там дальше сопутствующие все работы. Но машину ждет большое-большое ТО. А у меня большая трата. И вот здесь, ребятки, история началась. Так, если мне память не изменяет, то мы на правильном пути. Я говорю, во сервис, на 10 утра меня записали, время 11.22, а я все жду. Впереди меня там машины. Я говорю, вот эти праздники, как я вот ненавижу вот эти долгие выходные, потому что в сервисе только один мастер, он по очереди тачки те не доделал. Соответственно, я в ожидании. Буду делать сначала диагностики, все приговаривать, что нужно менять. Но я говорю, я планирую прямо сделать максимум все, чтобы потом вот года два ездить и вообще ни о чем не думать, кроме масла под капотом. Ну, в принципе, как я всегда и делал. Освободится место. Вот, по-моему, на кастбайке. И будем загорять. Ну что же, поехали все узнавать. Так, ну что же, сейчас буду делать диагностики. Так, стоп, друзья, чтобы вас не грузить чисто техническими вот этими процессами, вот этими автосервисами и так далее и тому подобное, это будет не только выпускно про машину. Здесь будет еще и влог, здесь будет про спорт, здесь будет много, очень много распаковки. В общем, ребятки, погружаемся в этот классный выпуск. Давненько не было выпусков. Лайкосик нажимаете. Вот эту кнопочку тоже нажимаете, чтобы ничего не пропускать. Погнали! Ну что, пока ничего. В общем, что сказали? Сказали, надо оставить машину, как только подъемник освободится. Будут все смотреть, делать все диагностики, опрессовывать систему охлаждения, проверять. Ну, короче, проверять вообще причину, и что действительно нужно делать. Потому что разбирать движок тоже не самый правильный вариант. Нужно сначала понять причину. Он сказал мне, что до вечера, вечером уже наберет и скажет, что нужно будет делать. Слушайте, ну я даже не знаю, что сказать. Меня вот такие сервисы, конечно, раздражают. Время 19.55. Прикиньте, ни слуху, ни духу. Я полтора часа назад позвонил, говорю, что там, ауле? Что там с диагностикой-то? Он говорит, сделали, но сейчас еще ходовку сделаем. Я говорю, так по двигателю ты скажи, что сделали? Попозже, попозже скажем. Вот полтора часа прошло, я думаю, короче, ладно, поеду-ка я туда съезжу. И посмотрю вообще, что они там делают. Сгоняли мы, узнали. В общем, они до ходовки еще не добрались. Ну да ладно, по двигателю главное надо было понять. Пробита прокладка, как в принципе и поняли. Изначально по коробке сцепление подъехала уже, выработка 95%. По коробке мехатроник, что-то там залипание, да, он сказал. Что-то такое. Короче, оставили мы машину. Пусть сделают, сказали с двигателем. Завтра нет. Послезавтра начнут разбирать. Недели полторы сегодняшнего дня. Срок такой вот на движок. Ну и плюс коробка, плюс... Короче, сейчас делаю тачку и приведут ее в, по идее, как в идеальное состояние получается. Наверное. Но это не точно. Увидим. Иду подстригаться. Последний раз в Турции стригся. И меня так плохо подстригли, что у меня вот тут все торчит. 600 лир я отдал за стрижку. Ну, короче, так себе. Сейчас здесь на районе схожу. Подстригусь. Ну вот, буквально несколько минут и все готово. Вот это я понимаю. 300... 370 рублей, по-моему. После Турции еще мы не можем никак привыкнуть, что здесь пропускают пешеходов в Турции. Тогда, в принципе, везде, где мы были, нигде не пропускают. Надо пропустить машину, потом идти. Вот. А здесь все останавливаются и начинаешь на дороге тупить. Надо еще бороду привести в порядок. Вот. Нигде в барбарах. Не даю, чтобы не стригли бороду. Не хочется мне. Поэтому сейчас дома. Сам. А бороду я буду приводить в порядок при помощи новой бритвы от компании Сукас. На самом деле, кто нас уже давно смотрит, помните зубные щетки? Так вот, компания Сукас тогда обещала по щеткам, что они целый год работают без зарядки. И что при нажатии скорость никак не уменьшается и мощность не падает. Так вот, реально, это правда. Впервые за год она стоит на зарядке. Ну и как вовремя вот эта штука у меня появилась, потому что старый триммер у меня уже все. Он начинает щипать. И вот видите, как зарос. Поэтому сейчас будем тестить вот эту штуковину. Давайте посмотрим, что идет в комплекте. Вообще, у компании Сукас, начиная с упаковки, все очень круто. Не, ну такого подхода к бритве у меня еще не было. Но это насадка, которой обычно я и пользуюсь. На ощупь она, конечно, потрясающая. Давайте посмотрим, как она будет в деле. Я на самом деле не любитель бриться вот этим вот, потому что у меня сильные раздражения. Но на самом деле немножко вот тут шею можно попробовать. Прикрепили. Ну и пробуем. Бритва, кстати, имеет две скорости. Кстати, еще есть такая классная у нее функция. Называется дорожная блокировка. Это очень важно. Видите, загорается замочек. И все, если там в сумке нажимается, она не будет трещать. Здесь зарядка, здесь два режима скорости. Я тут подумал и решил. А давайте все-таки попробуем вот этой вот штукой все-таки побриться. Интересно, как она будет. Очень классно, конечно, все изгибы. А еще в инструкции написано, что бритву можно спокойно мыть под водой. И ей ничего не будет. Но кто за нами давно наблюдает, вы вот таким выбритым меня не видели вот никогда. У меня всегда есть щетина, либо борода. Такой вот триммер меня постриг нехило. Снимаем, одеваем и про нос не забываем. Ну и после того, как побрился, здесь открывается вот так вот крышечка. Вот это все вытряхивается. Ну и теперь ее действительно нужно затестить под водой. В общем, ребятки, где заказывать такую бритву для себя, либо в подарок, ссылочку я оставлю в описании. Переходите, заказывайте. Настоятельно рекомендую всем ознакомиться с платформой Озон. В настоящее время на всю продукцию Сукас действует скидка как минимум 58%. Также предусмотрены скидки в размере 750 рублей при покупке от 7500 рублей. И скидка 1700 рублей при покупке от 14000. Без учет аксессуаров. Используйте промокод, чтобы сэкономить еще 200 рублей. Брейтесь, с удовольствием будьте такими вау красивыми. Продолжаем выпуск. Собрался и поеду сейчас в сервис. Посмотрим, что они сделали. Так-то уже прошло от утра достаточно времени. По идее, если они в 9 начинают работать, значит, что-то уже должны были разобрать. Я на это очень сильно надеюсь. Наверное, кто-то из вас скажет, вот Славян зануда. Дай спокойно сделать и заберешь машину. Мне интересно просто наблюдать за процессом, потому что все равно в автомобилях что-то я понимаю. Когда-то были времена и автосервисы. Был на минималках. И несколько двигателей собственными руками перебрал. Поэтому хочется немножко поприсутствовать. Так, кто-то тут Т6-1 загнал. Кстати, тоже мультивэн. Ничего не разбирали еще. Но зато мне просчитали все запчасти, весь список вообще всего, что мы хотим делать. Сейчас подсчитаю. Примерно хоть на что ориентироваться. Вот, по крайней мере, список мне дали. Это уже хорошо. Ну, вроде, как сказали завтра. Сегодня, возможно, типа снимут эти, как они называют, бампера, решетки, фары. Ну, а завтра вроде должны начать уже ремонтировать, ну, снимать движок. А вот этот вот мультивэн стоит. У него что-то раскололось, что ли, ДСГ. Масло вытекает. Короче, тоже чувак попал. Причем это новый мультик Т-6-1. Забрала свои посылки для нового. Пути шестеря в машине сезона. Ох, жду, уже не дождусь, уже пока погода плохая, машина в ремонте. Хоть порадовать себя обновлением каким-то в машину. тут у нас и для кухни, и для сна. Штучки. Ну, это еще не все. Это первая половина. Остальное будет еще в другой день. Если у нас не сделают машину, то мы вообще оставимся без денег, потому что Настенка уже начала все транжирить, все скупать. Вот это как бы это все обновочки. Это что такое? А, это Мирошки посуды в машину. Это что такое? Ну, часы. Часы какие-то. Ну, короче, пойдем распаковывать. Начинаем распаковку. Начинаем с самого главного, да? Ради чего Мирон пришел? Так, давай. Ну, ты, конечно, мне даешь. Машинка. Тачкина, посуда. А вот это. Ну, смотри, целая, надеюсь. И шлепать можно. Вау, какая тяжеленькая. Ну, да, тяжеленькая, прикольненькая. О, Мироша будет кушать, да, Мироша? Классно, нравится? Нравится? Баба, ты не помой, у меня типа курсивая пощупьетам и не следить за активностью. Фитнес, фитнес-часы. Пам-пам-пам, пара-пара-пара-пам. Здесь огромное количество, конечно. Ведро огромное. Всего. Того, что очень не хватало в путешествиях, это ведро. Но, у нас было ведро, но оно где-то неудобное, потому что полноценное. Сейчас классная история, все есть складное, раковины, ведра, дуршлаки, различная посуда. Вот, пожалуйста, на сколько здесь, на литра 3, наверное. Оно не такое большое, но зато не занимает места. Все, с одной рукой сложил, и все. Следующий друг наших путешествий, такой у нас уже есть, был, и, как говорится, будет, это складная раковина. Та у нас уже очень сильно ушаталась, у нее провались уже все резинки, поэтому... Но она прошла огонь и воду, медная труба. поэтому пару нажатий и все, и можно здесь мыть посуду. Также одним нажатем чикс, это у нас будет в модуле стоять специальная панельная конструкция. Ну и последнее, это простынь заказали, пока одну, посмотрим, как по качеству будет. как раз на наш, на новый матрас. И это не все, сейчас еще придут посылки. Есть хорошие новости, ну как хорошие. На сегодняшний день, конечно, хорош, учитывая, что 8 мая загнал машину, и вот только сегодня мне позвонили, и говорят, что мы приступили к разборке автомобиля, где у вас секретка. Звонили они еще утром, часов, наверное, в 11, я сразу не стал ехать, а думаю, вот как раз к вечеру, скорее всего, там уже часть какая-то будет разобрана, поэтому иду сейчас в автосервис. Мне идти 2,5 километра туда, 2,5 на обратно, и я такой думал, ну в принципе можешь доехать, но учитывая, что мы в марафоне, там нужно минимум 7 тысяч шагов нагуливать каждый день, поэтому надо пешком. Кстати, про марафон. В предыдущих роликах каких-то Славик показал, что мы вместе начали тренироваться, я еще пошла на спортивный марафон, так скажем, который тебя должен привести к стройности, красоте и полезным привычкам. Кстати, марафон уже закончился, я прошла трехнедельный, начинала я его еще в Турции. У меня были ежедневные тренировки, ежедневные прогулки по 10 тысяч шагов. Я старалась пить свою норму воды, ну и, конечно, питаться, да, там без вредного, сладкого и так далее. Так вот, марафон прошел, результаты меня радуют, я не замеряла вес, там, ничего вообще, абсолютно, но я вижу, мои объемы стали меньше, что по одежде даже, да, элементарно. Вот мне перестали писать комментарии, что я беременна. Наверное, еще один большой плюс, я стала себя очень хорошо чувствовать, мне хочется больше двигаться, мне хочется больше заниматься спортом, да, энергии стало больше. С того, что марафон закончился, мне хочется продолжать, поэтому сегодня я вышла на пробежку, вот, пока детки дома, у нас похолодание. Ничего необычного, просто май, вот такой вот у нас май, обалдеть. А в дальнейшем я снова пойду на марафон, кстати, если кто-то хочет вместе со мной, напишите в комментариях или нам в телеграм-канал, можно мне лично, можно в группу, я на вас отвечу, и, возможно, вы тоже хотите к лету или вообще поменять свою жизнь, в принципе, как я, в целом, превратить этот образ жизни в свой постоянный, да, спорт, питание и так далее. Поэтому, кто хочет ко мне присоединяйтесь, здесь сейчас я выставлю фото, там не сильно, возможно, для кого-то будет заметно, разница, но я вам говорю, что она реально крутая, она колоссальная и она точно есть. Вот, поэтому всем до встречи. Ну и получается 13 мая, да, на шестой день они только взялись за работу, но самое интересное, сейчас, конечно, посмотреть, что они сделали за сегодняшний день и вообще, действительно ли они начали, потому что пока сплошное расстройство в каких-то гибер-хиду. Я иду просто как-то вот так напрямик, все срезая, чтобы было немножко побыстрее. Дошел, как говорится, у нас на марафон, дистанция 9000 шагов. Процесс идет. О, подрамник сняли, нифига себе. Так, ну, короче, мастера найти. Сейчас 15 минут и уже будет понятно. В общем, изначально хотели разобрать полную вот эту часть, морду, вот это все вытащить. А в итоге решили отсоединить подрамник. Вот он, собственно, да? И его через низ. Ну, видишь, вот так он снят. С этой стороны откручена рейка. Вот она. Ну, заодно все вот эти тоже кулачки шаровые продиагностируют. Если что, поменяем сразу все. Да. Насход-развал, потом надо говорить. Ну, промежуточным результатом, в принципе, я доволен. Лед тронулся, это уже хорошо. Еще приговорили сразу шаровые, тоже под замену, и пыльник привода. Ну, это ладно, это все мелочи жизни, да и шаровые, кстати, я так и знал, что они так тук-тук-тук издают на почках такой звук, поэтому отлично. Короче, будет, по сути, новый мультивен у нас, но почти новый. Мы продолжаем заказывать различное оборудование и нужные всякие предметы для дальнейших путешествий. Сейчас машина починится и мы сразу надолго-надолго поедем путешествовать, поэтому сейчас еще иду, забираю очередную посылку и будем уже дома распаковывать, что там пришло. Ну а теперь давайте посмотрим подробнее, что же мы заказали. Первый очень важный товар, который нам нужен в путешествиях, это новая плитка. С чемоданчиком я тут уже посмеялся, чемодан на дам Артемке будет такой с дипломатом ходить, а плитку уже оставим нам. Заказывал, значит, я плитку, что был обязательно переходник к баллону. Вот, собственно, оно есть, сюда либо обычный баллон, а сюда можно будет подключать наш большой. Сюда ставится вот эта штучка и сюда уже кастрюлька. Но дополнительно к плитке взяли вот такую штуковину. Такая вот штука, она будет устанавливаться вот так вот и защищать от ветра. Ну и в сложенном виде она вообще не занимает места. Далее заказали немаловажную вещь, чего очень не хватало в Турции. Это специальный шланг, который из большого баллона будет перекачивать газ в баллончики. Ну и, соответственно, по-моему, через этот шланг можно также будет подключиться к плитке. Взял еще новый вот такой штекер прикуриватель для холодильника, потому что тот немножко треснул, поэтому поставим новый. Ну и также взяли набор четыре доски для хлеба, овощей, рыбы и мяса. Очень красиво смотрится. Такая вот у нас обновочка. Ну и последнее, что мы купили, это, смотрите, тадам, это зарядка. Вы спросите, для чего? Правильно, оригинальная зарядка для нашего нового фотоаппарата. Да-да, ребята, вам не послышалось. Теперь будем делать некоторые видосики, подсъемочки и фотографии на вот такой вот профессиональный фотоаппарат. И сейчас, ребятки, одна из любимых рубрик. Это цены. Мы всегда куда приезжаем, где-то останавливаемся, где-то живем. Мы всегда показываем цены, ходим на рынки, покупаем продукты, овощи. И когда мы были там в Турции, Насенка тогда сказала, было бы прикольно сходить на рынок в Москве, закупиться, точнее попробовать закупиться на эту же сумму и что у нас получится. Ну не знаю, ребятки, кто что говорил насчет Турции. Вот тут вам цены покажу. 500 рублей, 550 груши, 400, 180 грамм, маракуйя 130 штук, помидоры 320, 360, 70 рублей, шпинат 100 грамм, 150 эти огурцы, 120 вот эта картошка, а вот эта картошка по 70. Важно, наверное, сделать изначально вставку из Турции. Мы когда в Турции ходили на рынок, закупались на неделю, нам выходило все 1000 лир, ну 1100, 1200, это 3300, 3300, у нас стол ломился, я сейчас сделаю кадр, вы просто посмотрите, это мы покупали в Турции. Стол просто ломится от всех овощей, фруктов, вы посмотрите, здесь огромнейшее количество килограмм, абсолютно всего, здесь всего лишь все на 1200 лир, ребятки, вы только вдумайтесь, умножьте это на 3. Итак, ребятки, вот, 400 рублей за килограмм, здесь, кстати, тупо килограмм, орешки подешевле, по 800 рублей, там, 800 с копейками за килограмм, в Турции они 400 лир стоят, изюма, здесь все по 200 грамм, дальше, шпинат, это вообще самая жесть для меня, то, что здесь стоило в Турции рублей 100, здесь мы 500 рублей отдали за вот, здесь 300 грамм, 300 грамм шпината, картошка, 6 килограмм, помидорки, и они стоят 350 рублей, это килограмм, картошка старая по 60 рублей, да, тупо, а вот типа 100, 120, 120, и голубика 180 за 100 грамм, здесь 300 грамм, и вот этот вот набор, ребятки, нам вышел 4000 рублей, слушайте, здесь есть нечего, я не знаю, мы привыкли покупать овощи и фрукты в хороших магазинах, в хороших рынках, не надо нам писать там про светофоры, там про ленты и так далее, где как бы пластик, идешь на хороший рынок, вот покупаешь ничего, есть нечего, денег оставили, космос, конечно, ну вот, кто нам писал про Турцию, что да ну, да дорого, вот специально в России делаем такие же эксперименты и просто офигеваем оценку, но здесь очень важный дисклеймер, может быть оно-то и как бы дорогое, и глаз не воспринимает, но на самом деле судить цены по овощам не стоит, ведь здесь что-то дешевле, например топливо, для нас, для тех, кто путешествует, это очень существенная часть расходов, поэтому как мы и любим говорить, что-то дешевле, что-то дороже, но суммарно нужно смотреть уже прожив через месяц, и как показывает личная наша практика, расходы везде одинаковые. Ого! Ты решила все скупить, что ли? Не могу понять. Все, что есть на сайте? Пока меня не отвезешь, куда-нибудь, терпи. Понятно. Настенка себе заказала коврик для занятий, а все остальное будем попозже распаковывать. Продолжаем очередную распаковку и начинаем с спортивного инвентаря на сетенке. Давай, рассказывай. О, вот сферы, мяч для филатеса и лента для упражнений. Сейчас у меня будет лимфодренажная тренировка для здоровья. Она очень полезная для женщин, она суперполезная, да? А я вот таких не делаю. Да, ну они больше для женщин, наверное. Да, Мирозька? Давай, что у тебя еще вкуснее? Ладно, что это для путешествий снова. Здесь у нас тарелка. Будем сюда накладывать овощи, сюда, например, какие-то сыры, колбаски. Да, полезные какие-то вкусняшки. Набор новых полотенец посетить надо. Он, кстати, причем прикольный. Там два больших, два средних, два маленьких. Да, это вот ручки-ножки. Да, Мирошки отдельные все детское. Артемки-Родионки. Ну, им хватит вообще таких вытереться на самом деле за глаза, чтобы все было в одном цвете. А вот как только полотенца? Да. Да, ну, в общем, короче, набор полотенец. Мы переживали за состояние стекла, когда едет, но вроде бы все норм. И второй набор. Московский регион пришло тепло, и это на самом деле не может не радовать. В кофте еду. Хотелось бы, конечно, футболки, но да ладно. Мы с вами то модули строим в машину несколько дней, да, выпуск собираем, то теперь ремонт машины тоже несколько дней. В один выпуск вряд ли получится все уместить, растянем. Тем самым интереснее, интрига. Сейчас, в общем, иду снова в автосервис. Вчера вечером им звонил. Говорят, две подушки осталось, и скидываем сердце машины. Посмотрим, что дальше. подушка. подушка. Хана. Ну, пока не сняли. Вот так вот. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимаете наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Ну, сами все видели. Процесс идет медленно, потому что рук не хватает. Блин, опять не скинули, но вроде вот сегодня прямо обещали все скинуть. Там одну машину он доделывает и уже доделывает мою. Ну, как доделывает? Двигатель снимает. У нас, в принципе, план следующий, что мы отвозим на диагностику сразу коробку, на диагностику сразу отвозим компрессор, кондиционер, стартер, потом, значит, форсунки. Нужно это все дело будет проверить. Если что-то и в этих навесных моментах нужно будет подделать и заменить, то, конечно, я принял решение, буду сразу все делать, чтобы, как говорится, одним махом сделать абсолютно все, чтобы потом, не знаю, ближайшие 100-200 тысяч вообще не париться ни за что. Я думаю, это правильное решение. Ну, собственно, ребятки, вот такие вот дела. На самом деле, история грустная и в следующем выпуске вы узнаете почему. На самом деле, идея полностью апгрейдить тачку, перебрать там до каждого болтика, это история не из дешевых. Но, учитывая, что машина не новая и путешествовать мы на ней любим очень много, поэтому такой формат ремонта, он очень важен для машины. И действительно, я хочу ее всю тряхануть, поменять все, что можно поменять, починить все, что можно починить, чтобы потом на протяжении долгих-многих лет вообще ни о чем не париться. В следующем видео вы увидите мощь. Там реально будет мощь, потому что эти кадры уже есть, они пишутся, все в процессе. Поэтому, ребятки, важно подписаться на канал, если не хотите ничего пропустить и узнать стоимость вот такого вот апгрейда машины. И также рекомендую подписаться на наш Телеграм-канал, ведь там информация выходит всегда быстрее. И там информация, которой на Ютубе не будет никогда. Всякие фотографии различные, какие-то подсъемочки и так далее, и то подобное. В общем, ребятки, проваливайтесь по ссылочке в описании, либо QR-код сканируйте. И до нового выпуска. А с теми, кто за нами любит следить 24 на 7, увидимся в Телеграм-канале. Субтитры создавал DimaTorzok